Приехали в город Ярослав, еще немножко надо проехать, нас там ждут. История началась такая. Ждали заработную плату и по смс мы узнаем, какая заработная плата, и идем ее снимаем с карточки. А смс нет и все, хоть ты лопни. И вдруг на этот телефон звонит мужчина и говорит, что ошибочно какие-то деньги перевели на нашу карточку и назвали имя и фамилию. Вот представляете, мы думаем какие-то жулики. И мой сын сказал, надо разобраться в этом деле. И стал логическую цепочку у себя в голове выстраивать. Выстроил цепочку на входящий звонок, в который мужчина позвонил, телефон уже остался. И на этот номер он позвонил этому мужчине и сказал, мы разберемся, если что мы деньги вам вернем. Потом он обрадовался и он залез в свой компьютер и в компьютере запросил с банка. Запросил с банка. И получается так, что действительно эти деньги были переведены на эту карту. И получилось как? И зарплата, и их деньги. И получилась сумма просто огромная. Мой сын позвонил этому мужчине, узнал имя и отчество, и также номер карты. И когда проверял по компьютеру, там высветилось именно имя отчества и последние цифры этой карточки. То есть логическая цепочка моего сына подсказывает, что действительно деньги были ошибочно переведены. И по телефону имя отчества и также номер карточки совпадает с этим компьютером. И вот сейчас мы подъедем, они нас ждут, и эти деньги сейчас передадим. Вот врать не буду, это на самом деле такая вот история. И все совпадения произошли. То есть это не жулики, обычные люди, которые хотят кормить своих детей и сами готовятся к Новому году. А деньги отправили Деду Морозу. Это вот на самом деле. Вот так и получилось. Сейчас я выключаю камеру, подъезжаю и дальше буду снимать. Для уточнения, меня зовут Григорий. Максим это мой брат, вы на его карточку отправили. Можно ваш документ для уточнения просто? А что именно? Ну хотя бы водительский тренинг, чтобы фамилию точно знать. И карточку, номер карточки сферы. Середина, то есть для вас. Сейчас, смотрите. Сейчас все по поверю. Просто мало ли всякое бывает. Да, да, да. Хотим передать деньги и уточняем. 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Да все верно. Вот произошла встреча в Ярославле, не представляете, одни совпадения произошли. А здесь сколько? 25. Пожалуйста, отдай Максиму. А как так получилось? Жена отправляла бывшей жене алименты. Она ушла с работы, когда внучок родился. И мы ей платим зарплату, чтобы она сидела с внучком. Одну цифру в телефоне перепутала. В телефоне? Да. С онлайн сбербанка, да? Да. Странно, вот смотрите, когда вы переводите онлайн сбербанк, там перед тем как подтвердить, выводится фамилия. Не было вообще никакого подтверждения, был сбой в онлайне. Сразу ушли деньги. Сразу? Да. Значит, у меня в Переславле знакомый был. Минин не слышали такого? Нет. Главного инженера в Горпанхога работала. Мы с ним в 1979 году Хабаровский политехнический институт заканчивали. Ну ладно, спасибо. Удачи. Что вас привело-то? Заболели? Не, мы назначен этот день, и мы вспомнили, что в этот день мы должны приехать на обследование, просто на обследование. Нам сказали, проверьтесь и все. То есть не мы, а еще один сын. Вот они с мамой ушли, а мы с вами встретимся. У нас смс-ка не пришла, ну и телефон, в принципе, выключен был. И долго. А мы понять не можем. И проверить баланс пока не можем. То есть вечером уже было. Мы думаем, что какие-то мошенники, ну и всякое бывает. И зарплата должна в это время прийти? Да и зарплата должна прийти. Думаю, вот может кто-то там узнал у него, там на работе, там всякое может быть. Ну все, давайте. Маме с Максимом привет. Спасибо, до свидания. До свидания.